МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Табака, львиный зев, сальвы, катран сердцелистный, окопник упланский, артишок испанский, фиалка рогатая. Выговорил. Все это имена цветов, украсивших сад, занявший месяц назад в Великобритании первое место на конкурсе садов года. Располагается сад в усадьбе Делмейл, что означает усадьба в долине. Сама усадьба существует еще со времен Генриха II, с 12 века. Кстати, усадебный стиль в оформлении участка одно из самых популярных направлений ландшафтного дизайна в России. Представляете, вам говорят, не приезжайте ко мне на дачу, а я жду вас в своей усадьбе на выходные. Пополем грядки, откушаем стерлядки. Кому нужен шведский стол из растений? Может ли дерево быть похожим на птицу? И что такое минимализм на участке? Смотрите прямо сейчас в энциклопедии изобретений. Что общего у ландшафтного дизайнера и повара в ресторане? И тот, и другой из привычных ингредиентов могут создать настоящий шедевр в кратчайшие сроки. Такой сад с живыми изгородями, арками и деревьями в стиле бонсай был создан всего за два дня. Этот сад делался по принципу быстрого приготовления. Мы доставляем на объект растения как отдельные ингредиенты будущего блюда. Заказчик ходит, как в магазине, выбирает нравящийся ему по вкусу, цвету, запаху, размеру, по цене. Сразу после одобрения проекта сажают растения и уже на следующий день сад готов. Главная задача ландшафтного дизайнера составить из выбранных ингредиентов уникальную композицию и добавить нужных специй, чтобы получившееся блюдо пришлось по вкусу тому, кто будет его оценивать. Ландшафт быстро, да? Это какая-то ресторанная тематика, да? Это получается ландшафт бестро. Заказчику мы обычно называем гостем, как в ресторане, да? Мы с вами ландшафтный повара. Самое главное в ландшафте бестро подготовительный процесс. Чтобы эта лиственница приобрела форму лебедя, ее выращивали в питомнике в течение 15 лет. По нему видно по изгибу, что это спина, шея, изгиб вверх и до головы, до клюва. Бонсайные шапки формируются благодаря тому, что обрезается все лишнее. Растили ее на металлическом древке, на трубе, практически подтягивая день за днем, год за годом ее к этому древку. Убирается металлическая основа, оставляется само дерево, и она уже никогда не изменяет свою форму. Ландшафтный дизайнер Вита Бунина уверена, простор для фантазии можно найти не только в частных садах, но и на общественных территориях. Парки, бульвары и аллеи должны не просто радовать глаз, а поражать посетителей. Добиться такого эффекта можно, придав обычным растениям необычную форму. Одно и то же растение, например, яблоня, может существовать в совершенно разнообразных формах, иногда неузнаваемых. Мы можем увидеть яблоню в шаровидной форме, мы можем увидеть арки из яблони, мы можем видеть яблоню, которая прострижена и сформирована в форме шпалеры, то есть совершенно плоская. Часто причудливые формы деревьев создает сама природа. Но некоторые растения превращаются в произведения искусства лишь в руках профессионального садовника. Яркий тому пример пришедший к нам с Востока стиль бонсай. Это растение сосна в форме бонсай. Это элемент, характерный для японского сада. И это растение очень сложно выходит, потому что для того, чтобы создать вот подобную форму, оно в течение многих лет очень правильно обрезалось определенным образом. Вообще создание бонсай – это искусство. Минимализм, давно полюбившийся дизайнером интерьеров, не чужд и ландшафтным дизайнерам. По мнению Михаила Сквазникова, идеальный вариант его применения на небольшом участке земли. Элементы воды, которые здесь использованы, достаточно необычные, потому как фонтан, который бьет на одной стороне участка, по маленькому ручейку попадает в небольшой пруд, который окантовывает беседку. Стиль изысканный, но все привычные детали сведены до минимума. Здесь вы не найдете цветущего жасмина, клумбы с тюльпанами или традиционного куста роз. Почему у розы столько поклонников среди ландшафтных дизайнеров и садоводов? Конечно, у этого цветка бесподобный аромат, с этим не поспоришь. Да и разновидностей роз так много, что каждый может найти ту, что придется ему по вкусу. Но оказывается, роза еще и полезна для здоровья. Ученые установили, что запах розы укрепляет память. Испытуемым во время сна подводили запах розы. Оказалось, что на следующий день участники эксперимента помнили 97% картинок, которых просили запомнить накануне. А те, кто не вдыхал аромат розы, помнили только 86%. Вот такой приятный и полезный аромат. Но о запахах и памяти мы поговорим как-нибудь в другой раз. Не пропустите следующие выпуски Энциклопедии изобретений. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok